МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Четвертое заседание Совета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 5-го созыва прошло в зале заседания администрации района 27 ноября. Главным и единственным вопросом заседания стало назначение на должность главы администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по контракту. Участие в работе конкурсной комиссии приняли заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Ленара Иванова, секретарь межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан Алексей Касьянов и депутаты Совета муниципального района Янаульский район. Они заслушали каждого из президентов на пост главы администрации района. Участие в выборах приняли 15 депутатов Совета района. Единогласным решением главы администрации района на ближайшие 4 года выбран Ильшат Вазегатов. Самая главная наша задача это сделать для наших граждан Янаульского района «Жизнь на территории района комфортная». Это первая задача и, наверное, первая и последняя задача, в которой включают в себя многие аспекты. И это мы с вами должны сделать. И еще раз спасибо за доверие. А работникам администрации, как обычно, тоже ради фальши говорят, комфортной жизни не обещают. Заседание комиссии Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в зале администрации района 26 ноября в режиме видеоконференц-связи. В повестку заседания внесли 4 вопроса. Все они касались противопожарной безопасности на объектах торговли, социально значимых объектах и автомобильных газозаправочных станциях. На территории Янаульского района функционирует психоневрологический интернат. Здесь были проверены системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и протестированы системы автоматической пожарной сигнализации. Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан рассказали о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020 года. Администрации муниципального района Янаульский район принято распоряжение о проведении месячника безопасности на водных объектах на территории Янаульского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Еще одним актуальным вопросом стало создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. С 2017 года в нашем районе в ежедневном режиме ведется информирование населения через громкоговорители. В октябре 2020 года наш район принял участие в штабной тренировке по гражданской обороне. Все полученные сигналы были отработаны, во всех 20 образовательных организациях были проведены открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Спасательные службы провели оценку условий и правильности хранения средств индивидуальной защиты в учреждениях и организациях района. Также в них прошли практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты. Председатель Госсобрания Курлтая Республики Башкортостан Константин Толкачев посетил Янаульский район с рабочим визитом 24 ноября. Он ознакомился с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой и посетил ряд объектов. В этот день пять многодетных семей получили из его рук наборы продукты Башкортостана «Забота о вас» от партии «Единая Россия» и бесплатные продуктовые наборы от торговой сети «Магнит» в рамках социальной программы «Магнит Забота». Первым адресом на пути следования делегации стал дом по улице Октябрьской. Здесь проживает семья Валеевых. Они воспитывают пятерых детей. Такому неожиданному сюрпризу большая семья оказалась рада. С нетерпением гостей ждали и на улице Высоковольтной. Лариса Шафиева награждена медалью «Материнская слава». Вместе с супругом они воспитывают шестерых детей. Младшей дочери Аделии исполнился только один год. Затем делегация отправилась в село Иткинеева. Здесь живет большая, дружная и активная семья Шакировых. В этом доме также воспитываются шесть детей. Следующей точкой маршрута стал дворец молодежи. Именно здесь базируется волонтерский штаб Янаульского района. Вот уже больше полугода самые активные и неравнодушные молодые люди приходят на помощь нуждающимся. Константин Толкачев высказал слова благодарности волонтерам, медицинским работникам и сотрудникам психоневрологического интерната. Всем тем, кто в это непростое время приходит на помощь к людям. Пожелание от главы республики радио Фарича Хабира у нас. Подробный разговор вчера состоялся. Я сказал о своем визите в Янаульский район. Он просил передать добрые пожелания. Янаульский район у нас на особом счету. Это визитная карточка нашей республики. Во многом есть транспорт, следующий из Перми. Он сразу попадает на территорию Янаульского района. И по Янаульскому району судят республики, судят о наших дорогах, благоустройстве, о людях, о сервисе. Мне нравится та положительная динамика, которая очень заметна в Янаульском районе. Постоянно идет улучшение жизненных условий, качества жизни. Много делается во всех сферах. Но еще, конечно, больше предстоит сделать. В наших планах о переустройстве района, повышении стандартов проживания населения в нем, конечно, уже неоднократно говорил, Пишат Акзамович, я хочу сказать, что у нас очень много задумок. Еще год назад мы не думали и представления не имеем, что такая гадость вдруг может на нашу голову обрушиться. Много проблем она создала во всех сферах. Я не знаю, есть ли такая семья, которая на себе бы не почувствовала тяжесть этой болезни. Делегаты пришли не с пустыми руками. Волонтеры получили необходимые средства индивидуальной защиты, специальные костюмы, маски, краны от партии «Единая Россия» и исполняющего обязанности главы Янаульского района. В качестве гостинцев медицинские работники получили два ящика свежих помидоров от тепличного комбината Янаульский, разнообразную молочную продукцию от Янаульского молочного завода и сладости. Основная цель таких наборов – дать почувствовать заботу и поддержку. Следующим адресатом стала семья Даблетхановых. Здесь также воспитываются четверо детей. Встречать гостей с подарками вышла и двухлетняя Камила Кашапова. Вместе с мамой, братом и сестрой они живут на переулке Кирова и были рады получить целую коробку продуктов. Вознакомился, как реализуются меры, предусмотренные указом главы республики. Посетил ряд объектов. Посетили мы ряд семей, многодетных семей. Вручили подарки, продовольственные наборы. Мы познакомились с состоянием их жизни. Определились с мерами поддержки, которые будут также в дальнейшем оказаны со стороны республики, со стороны партии «Единая Россия», со стороны руководства района. В общем, я думаю, достаточно насыщенный был формат. Особенно запомнилась и встреча с волонтерами, с руководством медицинских учреждений города Янаула, Янаульского района. Мы поблагодарили их за тот большой труд, который они вкладывают в оказание поддержки, прежде всего, нуждающимся семьям, семьям пожилого возраста. Ну и определились также в формате поддержки, которую мы будем оказывать волонтерам Минавыского района. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 2 миллионов 216 тысяч жителей. В Башкортостане их число 13 852 человека. В России побит очередной антирекорд 27 543 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 137 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 26 ноября в Янаульском районе зарегистрировано 1279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 пациента переведены в госпиталь города Нефтеканска. 2 пациента госпитализированы в республиканские учреждения. 97 пациентов находятся на облаторном лечении с легким течением COVID на дому. Выписано с выздоровлением 1146 пациентов, что составляет 90% от выявленных больных. Итого на данный момент в районе 103 человека получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находится 77 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 106 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 247 человек. Все подразделения на Ульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно в амбулаторно-политнических подразделениях и на дому проводится забор мазков на COVID. Более 100 мазков берется. С 23 ноября вступил в силу приказ Минздрава Республики Башкортостан номер 1229А о совершенствовании лабораторной диагностики на COVID в Республике Башкортостан, где определены категории граждан и сроки взятия биоматериала, согласно которой мы и работаем. Еще раз мы рекомендуем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию. С начала пандемии в Башкортостане прошло 4 волны продуктовой помощи. В мае было выдано 20 тысяч наборов малоимущим гражданам. В июне их получили 10 тысяч человек. В августе еще тысячи жителей республики получили адресную помощь. Наша республика стала 16-м по счету регионом, где реализуется социальная программа «Магнит забота», призванная помочь наиболее незащищенным гражданам в период пандемии. Вы, наверное, сами маршрут построите. Я сейчас вам этот список передам. Продуктовые посылки адресатам доставляют работники подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, центров «Семья» и добровольцы единого волонтерского центра «Наша забота». Вот и сегодня в Янаульском волонтерском штабе кипит работа. Заявок не так много, поэтому собрались не все. Получив задание, ребята поспешили к его выполнению. С 20 ноября стартовала новая акция «Магнит забота». Это совместная акция регионального отделения партии «Единая Россия» и федеральной сети «Магнит». Наборы у нас предоставляются многодетным семьям, которые воспитывают более 4 детей, являющихся малоимущими. Раздача продуктовых наборов производится по списку, который был сформирован Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики. И всего в наш район поступило 84 набора на сегодня. Продуктовые посылки семьи получают как сами в центре «Семья», так и наши волонтеры единого волонтерского центра «Наша забота» доставляют до адресатов. Сегодня волонтерам предстоит выполнить 5 заявок по городу. Две из них в северной части, три в центре. В каждом доме их ждут с нетерпением. В такое непростое время получать помощь особенно приятно. В состав каждого набора включены 9 позиций продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар и другие. Ну, нужные, да. Спасибо, что помогают. Ну, сколько раз мы в школе сколько раз получали, домой приносили, дедушке тоже приносили, ветерану. Мы рады такой помощи, что нам помогают. Пять девочек у меня, старше 19 лет, маленькая, три годика. Волонтеры местного штаба «Наша забота» по-прежнему работают в усиленном режиме и продолжают принимать звонки от пожилых граждан категории 60+, нуждающихся в помощи. Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, других предметов первой необходимости нужно оставить заявку по номеру 501-22-8964-958-7909. Звонки принимаются с 9 до 18 часов. В Башкирии началась выдача бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом и подозрением на инфекцию для лечения на дому. На склады башформации поступили первые препараты, закупленные на средства из федерального бюджета. Комбинацию препаратов с учетом сопутствующих заболеваний и противопоказаний будет определять лечащий врач. Доставлять их будут медработники. О том, как проходит раздача медикаментов в нашем районе, рассказала заведующая поликлиническим отделением Азалия Низамова. В соответствии с требованием приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 3 ноября 2020 года за номером 1713 об обеспечении лекарственными бесплатными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией утвержден временный порядок обеспечения лекарственными препаратами пациентов с COVID-19. На сегодняшний день Янаульской ЦРБ получена часть препаратов, пока часть, для обеспечения этой категории пациентов. Лекарства получены по семи наименованиям. Сюда входят противовирусные средства умифеновир, гидроксихлорохин, антибиотики азитромицин, кларитромицин, жаропонижающий парацетамол и антикоагулянты. Это препараты, предотвращающие повышенное тромбообразование, такие как апексабан и риворексабан. Основанием для получения этих лекарственных препаратов является наличие установленного диагноза подтвержденного или вероятного случая новой коронавирусной инфекции. То есть подтвержденное это когда вирус идентифицирован, мазок на ПЦР положительный и вероятный случай вирус не идентифицирован. После осмотра пациента участковым терапевтом формируется заявка на лекарственные препараты. Это все проводится в соответствии со схемами лечения, рекомендованными временными методическими рекомендациями. На сегодняшний день актуальная девятая версия. Далее в соответствии с этой заявкой от участкового терапевта формируется лекарственный набор препаратов старшей медицинской сестрой поликлинического отделения. Непосредственно до пациента доставка уже осуществляется среднемедицинским персоналом. Это медицинской сестрой, естественно со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий. Медсестра выезжает туда в противочемном костюме и непосредственно передается пациенту лекарственные средства по описи. Туда ставится подпись пациента. Также заполняется информированное и добровольное согласие на амбулаторное лечение и согласие на режим самоизоляции в течение 14 дней. На сегодняшний день за период с 20 ноября по 26 ноября обеспечено 23 пациента с вышеперечисленными диагнозами. И далее уже амбулаторный ход лечения, тяжесть состояния пациента отслеживает непосредственно лечащий врач. В нашей республике по-прежнему действует режим повышенная готовность. С начала ноября самоизоляцию должны соблюдать все жители старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. В этих условиях особенно остро встал вопрос оказания помощи тем, кто вынужден ограничить свое передвижение. Ежедневно волонтеры и социальные работники помогают им в доставке продуктов и медикаментов. Нуждаетесь ли вы в доставке продуктов питания, промтоварах, лекарствах, выносе мусора? С началом рабочего дня студенты-волонтеры и сотрудники Центра социального обслуживания населения Альтаир начинают обзванивать пожилых янаульцев. Главный вопрос, нуждаются ли они в какой-либо помощи в период самоизоляции. В списках Центра порядка 6,5 тысяч фамилий жителей нашего района. Начиная с 9 ноября специалистами Центра и социальными работниками проводится контроль за состоянием здоровья граждан старше 65 лет и необходимостью доставлять продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, лекарственные препараты и вынос мусора. В общем списке у нас значится 6 648 человек. На сегодняшний день обзвонили и обошли 2681 человек. Из них 1233 человека мы обзвонили и посетили, тех граждан, у кого нет телефонов, в количестве 1448 человек, что составляет 21%. Для работы, для обзвона и посещения граждан привлечены волонтеры, работники культуры и библиотек района, а также привлечены студенты нефтекамского филиала многопрофильного колледжа. Во время осуществления звонков и обходов мы информируем население о необходимости соблюдения ими обязательной самоизоляции, о том, чтобы они как можно реже посещали общественные места, а если им необходимо доставить продукты питания, медикаменты и вынести мусор, то они могут обратиться к социальным работникам и волонтерам. Во время осуществления звонков, если гражданин сообщает нам о том, что у него температура, либо о том, что у него ухудшилось состояние после лечения, после стационарного лечения, эту информацию, этот сигнал мы обязательно передаем медикам. С введением режима самоизоляции пожилые люди могут сходить в аптеку, сходить в магазин, посетить финансовые органы лишь только в период с 11 часов до 13.00, а в остальное время могут помочь уже социальные работники с доставкой продуктов, медикаментов и всего необходимого. Поэтому граждане могут обратиться к нам по телефону 5-42-71. Дополнительная нагрузка легла и на плечи социальных работников. Они покупают необходимые медикаменты или продукты, доставляют их по адресам пожилых граждан, а также навещают тех, до кого не смогли дозвониться. Уже больше 20 лет Флорида Ирканаева работает в социальной сфере. Своих подопечных у нее 16 человек. В последнее время добавились еще и новые заявки. Ежедневно она навещает бабушек и дедушек. При необходимости приносит им товары. В сфере социального обслуживания я работаю уже немало лет, уже больше 20, если честно. Конечно, работа нелегкая. На моем участке уже 16 человек. Когда начинала, было только 7-8. Эта работа прибавилась. Прибавилась не только с бабушками, потому что у них очень много своих нюансов, много предпочтений. Каждые разные. Они сейчас современные стали. Бабушки все с телефонами. У всех свои заказы, свои привычки. Ну, привыкаешь. Работа нелегкая. Но каждому стараюсь угодить. Думаю, считаю работу своей благодарной. Они очень благодарностью относятся к моему приходу. Любят общаться, особенно общаться. Им в последнее время, конечно, от общения не хватает. Потому что с началом пандемии работы очень прибавилось. Мы теперь начали обслуживать и клиентов 65+. Мы стараемся их обзванивать, делать обход по квартирам, узнавать, к чему они нуждаются, не нуждаются ли в продуктах, в лекарствах. Да и вообще стараемся всяко поддержать наше население, старшее поколение. Наш рабочий день начинается обычно с телефонного звонка. Мы обзваниваем своих подопечных, узнаем, какие им нужны продукты, лекарства. Потом идем по адресам, приносим нужные продукты, забираем квитанции для оплаты. Сейчас они у нас весь месяц идут, квитанции, поэтому нужно успеть оплатить все квитанции, чтобы не было никаких долгов. Лекарства, очень много лекарств покупается сейчас, конечно, с бабушками. И плюс, помимо общей работы, обзваниваем категорию 65+. Бегаем по квартирам, узнаем, не нуждаются ли, есть ли у них дети, не нуждаются ли в каких-то лекарствах, в каких-то продуктах. Для старшего поколения визит социальных работников – это всегда неоценимая помощь. Для многих добраться до магазина достаточно сложно. Эта помощь приходится кстати. Сотрудники центра строго следуют оставленной заявке. Пенсионеры в этом вопросе весьма педантичны. Продукты просят либо определенной марки, либо приобрести в конкретном магазине. Соцработники с пониманием относятся к своим подопечным, за что последние им весьма благодарны. С 26 ноября свою работу начали мобильные бригады. В их составе социальные работники и волонтеры. Они выезжают по адресам тех пенсионеров, кто либо не имеет телефона, либо не ответил на телефонные звонки сотрудников центра «Альтаир». В случае, если хозяев нет дома, им оставляют памятку с контактными данными, куда они могут обратиться. Всю посильную помощь по доставке медикаментов и продуктов сотрудники социальных служб будут оказывать до тех пор, пока это необходимо. Кульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В преддверии Дня матери 27 ноября сотрудники Дорожно-патрульной службы Янаульского района решили не оставаться в стороне от праздника и поздравить женщин с предстоящим событием. Инспекторы ДПС устанавливали водителей женского пола, но вместо слов «Ваши документы» просто улыбались и поздравляли. Большое спасибо вам. Вас тоже поздравляю. Спасибо. Тоже прекрасная мама девочек. Спасибо. Янаульские автоледи получали в подарок цветы, пожелания здоровья, любви, радости и процветания. Подобные мероприятия сотрудники ГИБДД проводят по всей республике. Они становятся хорошей традицией. Госавтоинспекция города Янаул поздравляет всех женщин с наступающим праздником, с Днем матери. Желаем каждой мамочке здоровья, счастья, успехов, улыбок, любви и, конечно же, безопасных дорог. Польза и вред мяса вызывают споры между мясоедами и вегетарианцами. Полезные животные жиры и аминокислоты противопоставляют опасности холестерина и трудностям переваривания продукта. Тем не менее, многие янаульцы по традиции еженедельно покупают свежее мясо. Приобрести его можно как на продовольственных рынках, так и в магазинах. Однако нередко покупатели обращаются и к частным производителям, забывая при этом о мерах безопасности. Напомним, что данный товар должен обязательно иметь ветеринарные справки и клеймо, как знак того, что животное было здоровым, а его мясо полностью подходит для употребления пищи. В нашем районе мясная продукция перед реализацией на рынке проходит через лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. В первую очередь сотрудники ветстанции производят визуальный осмотр, оценивают внешний вид мяса, имеются ли какие-либо изменения в структуре или цвете, наличие или отсутствие заболеваний. Затем взятые пробы отправляются в лабораторию для более тщательного анализа. Качественные реакции образцов показывают степень свежести продукции в соответствии с всем ветеринарно-санитарным требованиям. Помимо этого поставщик должен предоставить все необходимые документы, где указана полная информация о животном. И только после этого товар надлежащего качества попадает на прилавки. Мясо, не прошедшее все исследования, возможно, и не принесет вреда, однако и безопасности не гарантирует. Убой животных непосредственно и обязательно на мясо производится в специальных убойных площадках. Таких у нас в Янаульском районе два. Лаборатория ветсанэкспертизы осуществляет контроль качества и безопасности продуктов животного происхождения. Исключаем, прежде всего, общие болезни животных и людей, которые могут передаваться через продукты животного происхождения. Если взять, например, мясо, то нужно провести полный ветеринарный осмотр туши органов, проводить специальные исследования, которые гарантируют свежесть и безопасность мяса. Для этого у нас есть специальные реактивы. Также нужно обязательно проверять органы на инвазионные болезни. Там скрыты паразиты, которые могут дальше расти в органах человека. Например, эхинококос, декроцелез, фасеолез. Также надо проверять обязательно голову, где скрыта болезнь феноз. Также обязательно мы проверяем свинину. Свинину проверяем на трихинолез. Это очень заразная болезнь, которая в последующем, если не исключать эту болезнь, может заразиться человек этой болезнью. И эти паразиты могут расти в органах человека. Мясо поступает на рынок. Сначала мы исследуем документацию этого мяса. Там мы видим все происхождение этого мяса, которое забито в обязательных убойных площадках. Проводим ветеринарный осмотр, визуальный осмотр этого мяса. Затем исследуем уже на качество и на свежесть. Берем пробы, 200 грамм из каждой туши, и проводим исследование на качество. Сначала самое первое исследование. Делаем пробы варки. Исследуем вкус, запах бульона. Затем исследуем уже на фермент свежести мяса. Проводим пероксидазные исследования. Затем, если мы уже сомневаемся в свежести мяса, проводим дальнейшие исследования, которые уже требуют более длительного времени. И, например, на сирнокислую медь, где уже оценивается более глубже качество мяса. После всех исследований и после всех убеждений мы ставим овальное клеймо, которое подтверждает качество и безопасность продукции. Наш график работы у нас понедельник, четверг, выходной. А остальные дни мы работаем с 8 до 5. А в базарные дни, когда открывается мясной павильон, мы работаем до полчетвертого. С 7 до полчетвертого. В начале октября в нашем районе стартовал социально-образовательный проект «Учусь плавать». Его организаторами выступили отдел социальной и молодежной политики и спорта администрации района и управление образованием. Главная цель проекта – сократить количество трагедий на воде с участием детей школьного возраста. Затем, как проходят занятия, понаблюдала и наша съемочная группа. Курс обучения рассчитан на 6 занятий. Каждое из них длится 1 час. За это время школьники должны как минимум научиться держаться на воде. Но, как показывает практика, успехи ребят намного выше. Одновременно занимаются по 2 группы. Каждая по 15 человек. Дети внимательно слушают инструкторы и старательно выполняют заданные упражнения. Сначала мы выполняем упражнения на суше. Затем заводим их в воду. В воде есть поручни. Благодаря чему мы учим их движением рук, движением ног в воде. Затем далее по программе обучаем плавать. Самое главное – научиться для ребенка держаться в воде и не бояться ее. Для этого мы используем досочки, благодаря чему они более увереннее чувствуют себя в воде и не боятся не так сильно. В конце 6-го последнего занятия мы проводим контрольное тестирование. Определяем конечный результат обучения. На сегодняшний день в общей сложности полный курс обучения прошли уже более 400 детей. Детям очень нравится заниматься плавать. Они в восторге и с радостью приходят сюда. Как признаются школьники, плавание им очень нравится. С каждым днем держаться на воде получается все лучше. Обучение для ребят не просто урок, а увлекательное занятие. До этого я не умела плавать. А после третьего зачета я смог. На спине у меня получается лучше плавать, чем на животе. Поэтому я, скорее всего, еще буду дальше ходить с мамой и папой. Мы здесь играем. Мне очень нравится игра собирать камешки под водой. Она моя любимая. В течение плавательного сезона до мая 2021 года организаторы планируют обучить 63% школьникам. Это около 3,5 тысяч детей. Такие занятия ребятам помогут не только чувствовать себя увереннее в воде, но и в целом укреплят организм и здоровье. Муляра Ситтикова, Нилсафин, служба новостей Еноульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. 27 ноября ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10, днем минус 5, минус 7 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5,10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 12. При прояснениях до минус 17, днем минус 4, минус 9 градусов. Продолжение следует... И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. Спой, птичка. Спой. Спой. Я Тюрин Антон Викторович, врач-терапевт Башкирского государства медицинского университета. Каждый день мы с коллегами спасаем жизнь и помогаем людям восстановить здоровье. Заплатите налоги для того, чтобы мы вовремя получили зарплату. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательны. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402. Неправильная эксплуатация печей – одна из основных причин пожара. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова